Ян Дэвидс Дэхэм Ян Дэвидс Дэхэм родился в Утрехте, 1606 год. В 1626 году мастер жил и работал в Лейдене. В 1636 он состоял членом гильдии Святого Луки в Антверпене. А в 1669-1672 годах – Утрехт. Вторжение французских войск в Голландию и оккупация Утрехта в 1672 году вынудили художника бежать в Антверпен, где он и умер 26 апреля 1684 года. Лейден, Амстердам и Антверпен сыграли весьма важную роль в жизни Яна Дэвидса Дэхэма. Причем Антверпен стал для художника и последним пристанищем. Мастер, живя там, имел мастерскую с большим количеством учеников и помощников. Усвоив тематику и приемы учителя, они успешно распространяли свой опыт по другим художественным центрам в Фландрии и Голландии. В свою очередь ученики-последователи Дэхэма творчески освоили его приемы и тематический подход, как это видно на примере учеников Кика, Элиаса Ван Денбрука и Якоба Ван Волскапеле. Субтитры создавал DimaTorzok Особенности живописных приемов Яна Дэвидса Дэхэма в полной мере были усвоены его сыном, Корнелисом Дэхэмом, работавшим в Ледине, Гааге и Антверпене. Субтитры создавал DimaTorzok Голландский цветочный натюрморт XVII века – это песня в красках, написанная в изысканной цветовой гамме, возвышенная ода царству Флоры. В наиболее пышных букетах можно насчитать до 30 сортов цветов, притом цветущих в разное время года и написанных с предварительных эскизов. Зачастую они собраны со всего мира. Тюльпаны из Ирана, царские кудри из Афганистана, бархатцы из Мексики, настурцы из Перу. Но это не просто статичная феерическая красота. Она полна внутренней динамики и глубокого, зашифрованного в символов аллегорического смысла, понятного посвященному. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok О чем свидетельствуют несколько опавших лепестков на столе, а вот надлобленный стебель. Этому роскошному цветку осталось цвести и богоухать не больше часа. Повсюду снует подтачивающая жизнь муравьи с символом сластолюбия. В листве свели неприметные и смертоносные сети пауки, чтобы уловить порхающих бабочек. Жирная муха – символ распада, отвратительным пятном выделяется на нежно-изумрудном листке или белоснежном лепестке. Сам букет зачастую содержит в себе в виде цветов и символы добродетелей и символы порока. Музыка 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 На картинах голландских художников 17-18 веков букет уподоблен человеческой жизни. Символы, встречающиеся на полотнах, были призваны напоминать о бредности мира и о нестабильности удовольствия и достижений. Все предметы были многозначными, имели светские и религиозные подтексты. Ландыши, фиалки, незабудки в окружении рос, гвозди и канемонов – символы скромности и чистоты. Крупный цветок в центре композиции – венец добродетели. Осыпавшиеся лепестки возле вазы – знаки бренности. Увядший цветок – намек на исчезновение чувства. Ирисы – знак Богородицы. Белые розы – платоническая любовь и символ чистоты. Красные розы – символ страстной любви и символ Богородицы. Красные цветы – символ искупительной жертвы Христа. Белая лилия – не только прекрасный цветок, но и символ непорочности Девы Марии. Голубые и синие цветы – напоминание о небесной лазуи. Чертополох – символ зла. Гвоздика – символ пролитой крови, Христа. Маг – аллегория сна, забвения, символ одного из смертных грехов – лености. Анимон – помощь болезни. Тюльпаны – символ быстро уходящей красоты. Разведение этих цветов считалось одним из самых суетных и тщетных занятий. Тюльпан также символизировал любовь, сочувствие и взаимопонимание. Белый тюльпан – ложная любовь. Красный тюльпан – страстная любовь. В Европе и Америке тюльпан ассоциируется с весной, светом, жизнью, красками и считается уютным приветливым цветком в Иране, Турции и других странах Востока. Тюльпан связан с чувством любви и эротикой. Субтитры создавал DimaTorzok Зрелые плоды – символ плодородия, изобилия, богатства и благосостояния. Гранат – символ воскресения, символ целомудрия. Вишня – райская ягода, символизирует мягкость натуры, доброту человека. Земляника – символ праведности и трудолюбия. Оливка – символ мира. Лимон – предательство, чувственные наслаждения. Яблоки, персики, апельсины, инжир, сливы напоминали о грехопадении. Виноградная кисть напоминала об искупительной жертве Спасителя за грехи человечества и свидетельствовала о наступлении осени. Белый и черный виноград символизировали кровь и воду, истекавшие из раны Христа при распятии. Вино в бокале или кувшине олицетворяло жертвенную кровь Христа. Гнилые фрукты – символ старения. Колосья пшеницы, плюща или лавра – символ возрождения и круговорота жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok